Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все это обеспечивает стабильное увеличение потока отдыхающих. Сегодня Алтайский край – многопрофильный туристический регион. Об этом говорят многочисленные премии в области туриндустрии, завоеванные в 2015 году. Девушки отдыхают Кратчайший путь к самым интересным местам в регионе. Туристический маршрут «Малое золотое кольцо Алтая» стал пилотным комплексным проектом. Проходит по двум городам и четырем районам края. Точка старта – Бийск. Затем маршрут идет через село Сростки, комплекс «Бирюзовая Катунь», курорт «Белокуриху» и вновь возвращается в Бийск. На всем протяжении пути к услугам туристов – рестораны, гостиницы, развлекательные комплексы на любой вкус и кошелек. Для тех, кто хочет расширить границы вояжа, организовано большое «Золотое кольцо». Путешествие длиной в 2000 километров охватывает наиболее красивые места, скрытые ранее от туристов. В программе также посещение казачьих поселений, находившихся на границе с Казахстаном и Кузбассом. Маршрутное кольцо замыкается в Барнауле. Маршрутное кольцо Алтайский край открывает безграничные возможности для поклонников экстремального отдыха. Подняться на 2500 метров, чтобы покорить высшую точку Каргонского хребта. Преодолеть пятую категорию сложности, сплавляясь по реке Песчаной. Взмыть в небо на параплане в Слонишинском районе или проехать сотни километров на квадроцикле по бездорожью Колывань. Зимой можно отправиться на лыжах по звериным тропам заснеженной сибирской тайги. Этот маршрут не считается экстремальным, но чтобы преодолеть путь до конца, требуется немало решительности. КОНЕЦ Алтайский край как центр активного туризма знают и те, кто увлекается пешими и конными прогулками. Тегерекский заповедник – единственный в крае. Чтобы познакомиться с его природой, проложен познавательный экологический маршрут «Большой Тегерек». Тропа проходит серпантином в виде затяжного подъема по заповедным склонам одноименного хребта. Общая протяженность пути – 70 километров. Передвигаться можно пешком или верхом. Возможны встречи с дикими животными – косули, моралом, лосем, бурундуками и даже медведями. Субтитры создавал DimaTorzok Крупный комплекс природного экстремального туризма расположен на берегу горной реки – Бирюзовая Катунь. Это единственная из особых экономических зон, которая уже сегодня открыта для посетителей круглый год. Комфортабельные гостиницы, разнообразные развлечения, а также лечебно-здоровительные программы ежегодно привлекают около 400 тысяч туристов. На территории особоэкономической зоны находятся знаменитые Тавдинские пещеры. У тропы, ведущей к ним, расположился археологический парк – перекресток миров с подлинными курганами тюркской эпохи. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ